итак добрый вечер и это значит это очередной наш четверг это очередной эфир нлп тв вот и сегодня сегодня как можно говорить как мы анонсировали да мы говорим сегодня о страхах говорим о том как перестать бояться вот с чего надо начать начать наверное надо вот с чего с какой идеи как бы то как бы то ни было как бы то ни было какие бы идеи на тему того что я не хочу бояться или там я там что-то еще там победить страх это все прекрасные слова вот вместе с тем надо совершенно точно ограничить ограничить некоторую границу границу адекватности да то что называется базовая одна из одна из базовых эмоций одна из семи базовых эмоций по полуэкманута ну и не только по нему страх является эмоцией является эмоции там биологически обусловленной эмоции на которой много чего строится эмоции вообще говоря там сигнальной и показывающим нам нам правильное показывающие то есть человек абсолютно без страха человек скорее всего там ну жизнеспособен в ограниченном пространстве или времени по сути дела мы потомки людей которые нормально хорошо боялись успешно боялись давайте успешно боялись естественный отбор потому что те кто был достаточно смело не в общем-то и платили за до наших до наших лет до дожили точнее давайте не дожили не дожили не размножились те кто ничего не боялся и те кто боялся всего абсолютно как мудрый пескарь да который тревожился все есть есть такая метафора метафора это не метафора да и к сожалению для некоторых людей к сожалению это прям серьезная суровая правда жизни есть такая болезнь нарушения до когда человек боли не чувствует то есть можно порезаться течет кровь а ты не чувствуешь это 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 вот пример пример отсутствие страха да это страх не подает сигнал боль не подает сигнал человек может порезаться и совершенно не замечаете истекать кровью да то же самое человек может абсолютно если инстинкт вот это самосохранение если страх выключен совсем человек может там но попросту идти и спокойно его так как как шагал так и так так и шагнул в эту воду с балкона с крыши да вот такие вот момент это надо знать кстати напомнить интересные эксперименты проводили страх как инстинктивная реакция защиты выживания она действительно вообще присущие младенца эксперимент заключался в следующем а младенца садильную который уже там ползать умеет а его садили на стол который состоял из двух частей 1 матовая поверхность вот наматывая его посадили а вторая половина была прозрачная вот и ребенок не полз туда где прозрачная потому что он там видел высоко вряд ли он осознавал что там высоко но тем не менее даже вот тактильное ощущение что прикоснуться можно но глаз видит глубину да он не осознает прозрачность останавливала этого ребенка поэтому давайте все-таки к этой штуке к страху своему относиться с должным уважением с пониманием того что у него на самом деле очень важная функция другое дело когда вот в этой функции появляются какие-то нарушения когда он начинает функционировать не так как хотелось бы когда он включается безобидных ситуациях безопасных ситуациях а когда ситуации вообще никак не связаны с биологическим выживанием хороший хороший комментарий страх есть ирина 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 из контакта дети не ведут страха или не совсем так страх как страх как эмоция базовая как эмоция сигнальная она она присуща всем абсолютно страх как гипертрофированные там многие вещи которые которые взрослые боятся почему-то боятся да а дети не боятся вот на этом если основана идея что не ведут страх это одно а если мы четко проверяем биологическую функцию и базовую эмоцию страха которая реально присущи все это другое вот это как раз мы как раз об этом сегодня и будем говорить да о том что о том что есть условно страхи вот есть та самая там биологическая основа от него мы никуда не то чтобы не денемся не нужно от нее никуда деваться это раз да но она совершенно не не заставляет нас там как бы не знаю исчезать из реальности не заставляет там прятаться закрываться в ящик она она как-то показывает нам о том что там будь внимательность делай то что делаешь но будь внимательным фактически об этом речь ребенок не ведает страха абстрактного у ребенка нет страха лезть лезть или не лезть в розетку потому что что такое электричество не знает для него это какая-то фигуренка и все которую нужно по исследовать и объяснение родителей это для него вообще там слова ниоткуда поэтому проще запретить конечно такого рода страха ребенок не ведает это действительно так но когда речь идет о том как ребенок отреагирует на рычащую собаку или когда он действительно увидит на второй половине стола какую-то глубину и можно ли туда лезть или нельзя он будет это делать все проверять с осторожностью вот как раз тот самый эксперимент об этих вещах говорим поэтому давайте вот немножко разводить вот эти моменты и собственно говоря переходить переходить непосредственно к страхам но к страхам неадекватным то есть к тому к тому с чем реально доработать к тому что реально нужно там снижать выключать убирать этом гипертрофированные первое наверное первое самое с чего с чего следует начать да это там всем всем известные там всем знакомые так называемые фобии вот и собственно говоря тут мы будем надеяться что эти фобии известны вам теоретически если кому то они знакомы лично да потому что вы их испытываете знаете конечно этот эфир будет вам прям полезен вот и собственно говоря тут вот самое 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 наверное интересное самое важное нлп 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 во многом во многом можно сказать что ничего своего не придумала с ноля нлп во многом описала то что существует и так и до нлп во многом описала вот здорово ирина в теории знакомых на самом деле хорошо когда люди с фобиями до знакомы только в теории это прям классно хуже конечно когда они знакомы на личной практике вот но есть хорошая новость да это все нормально разрешил вот так вот да и нлп 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 да очень многое просто там простым понятным там четким конкретным до языком обозвала обозначила там пересказала из там двух разных направлений других психологии это правильно это нормально это это мы знаем что есть то есть вот но есть некоторые вещи в нлп которые реально были созданные там вот но из извне психологии и работ с форме это одна из них этом ричарду брендлеру обязаны мы этой техникой обязаны так ну хорошо обязаны на самом деле и клиенты наши все тем более ему обязаны вот собственно говоря техника техника заключается в том что вот те самые неадекватные фобии ну давайте здесь вот немножечко тоже границу обозначен до адекватность неадекватность если например человек боится пауков пишем так боится даже что если он просто представит паучка рядышком с собой да уже там ужас ужас когда однажды на демонстрации на тренинге вот вышел человек с фобией пауков я попросил просто представьте что вот там там метрах в 3 ползет паук я повторю представьте вот девушка которая просто представляла паука она уже начинал так вот немножечко прятаться со стула то есть стараться нам за него за него как-то уйти вот вот это ну как бы вторая сторона да вы там я не знаю откуда нас смотрит да это может быть нас смотрят сильно южных областей да тогда это к вам не относится но здесь у нас да в центральной полосе то есть вот на вот этом на нашем юге центральной полосе там тем более в москве там ну не существует пауков которых реально надо бояться они противные они неприятные они что-то еще такие милые создания ну что ты рассказываешь они милые классные вот но нету нет вот тех самых этом черная вдова там каракурт вот это все этого нет соответственно боюсь мышей может боится змей сегодня вы получите инструменты реально сейчас мы чуть-чуть теоретической части это к тому что не в теории знакомы да на практике личный опыт вот и вот и вот значит его значит чего до паучков таких которых вот реально стоит там опасаться здесь нет а страх огромный есть да это неадекватно на другой вариант другой пример страх высоты страх высоты это нормально это правильный страх потому что если например на 5 этажа упасть ну как бы будет мягко говоря не очень приятно да если еще что-то будет вот есть есть реальная основа для этого страх да конечно есть до страх высоты правильный страх в этом смысле потому что высота везде высота но теперь давайте представим человека который чего который на балкон выйти не может который просто подходит к балконной двери да знаю что там балкона за балконом ничего и его начинает уже трусить вот это это та самая неадекватность уже гипертрофированный страх вот ну и теперь хорошим новостям да как от этого избавляться техника техникой ну и визуально киностатическая диссоциация если будете искать в литературе она же техника быстрое лечение хобби она же техника кинотеатра ну там разных названий есть несколько ее вариантов они все об одном и том же они отличаются исключительными деталями а потому что в них сохранен базовый принцип это навык немножечко дистанцироваться от этого страха для того чтобы его трансформировать чтобы он перестал вызывать вот ту самую неконтролируемую реакцию которую мы называем фабической в как бы в базовой базовой техники она все-таки предназначена на больше для работы с с оператором давайте даже не будем называть это там терапевтом да оператором почему бы и нет да это там терапевт терапевт ну в том числе да в том числе но там на самом деле любой любой по большому счету на это да вот но мы сейчас вам как бы базовом мы не можем ее сказать через телевизор да но можем можем сказать чего можем вам сдать немножечко модифицированную эту технику которая реально позволяет работать со страхом фактически самостоятельно одному мы мы изо всех сил стараемся да всегда в каждом нашем эфире мы там техники иногда там переделываем чтобы они действительно проходили вот превращаясь в практике самостоятельной да и во многом нас получается это один из тех случаев да вот как раз таки мы расскажем а ирина и остальные слушатели для кого-то может быть актуально написали просто нам вы сделаете и отпишитесь на как какие результаты как у вас получилось и тогда что нужно делать вот прям сейчас можете вот у кого для кого это актуально да можете прямо сейчас делать для кого не актуально давно просто вот мысленно запоминайте да представьте представьте вот где-то на столе перед собой да там это может быть там маленький икеевский столик там еще какой-то в общем где-то где-то перед собой да там впереди может быть чуть чуть ниже представьте себе кинотеатр маленький кинотеатр ну такого вот размера кинотеатр не больше чем полметра на полметра на столике без крыши чтобы удобно было представлять вы видите да вы видите маленький кинотеатр там есть экран там есть ряды все есть только маленький вы его там вот теперь значит там на этом маленьком кинотеатре вы вот на на маленьком экране вы видите вы видите кадр цветной цветной кадр где ну где человек очень похожий на вас находится в ну как бы в ситуации ситуации предшествующей встречи с фобией ну давайте вот случае в случае там мышей да вот и надо давайте давайте немножко по вашему поводу случае мышей например это это вот этого девушка да там похожая на вас и она она стоит перед дверью в сарай в чулан где они там чтобы там потенциально день совершенно точно есть мы знаем что они есть но она пока что туда не зашла поэтому все ничтя все хорошо вот цветной кадр стоит вот эта самая там девушка перед перед сараем да она планирует у него зайти но пока что еще не зашла стоп кадр цветной стоп кадр все вот нам еще понадобится другой цветной стоп кадр который когда уже ну после встречи с фобией то есть когда вот эта же девушка уже выходит уже выходит из собственно этого самого там сарая да и все нормально а там внутри понятно она там встретилась с чем-то мы не детализируем вот и теперь теперь в этом кинотеатре вот но первый кадр до цветной расположите на экранчике пожалуйста увидите его и увидите в кинотеатре сидящего сидящего на каком-то ряду сидящего вас сидящую вас ну смысле вас смысле тоже так девушку очень похожую на вас прям там один в один да вот он сидит на ком-то там не знать 4 ряд серединка ну то есть козырные места которые люди в кино занимают всегда вот там сидит все и вот значит вы и вы смотрите на этот маленький кинотеатр да где-то вот сидит этот человек да похоже на вас где человек похожи на вас на экране где будет идти черно-белый давайте вот эту мысль зафиксируем будет идти черно-белый фильм провод там но в вашем случае так девушка и мышь да вот все и теперь мысленно запускайте не надо не надо детализироваться не надо там сильно напрягаться на тему того что там будет просто мысленно запускайте то есть все там чисто там там камера мотор свет выключился пошел кино что там крутится черно-белое там может даже особо не смотреть отвлекитесь пока своими делами занимайтесь в базовой технике базовой техники вот лечения фобии да там как правило человек выходит вот так вот диссоцируется до позиции киномеханик который просто включает кино да и там что-то делает на планшете вот и вы также слушаете нас сегодня это еще думаете на телефончик отметились вы если вы на телефоне смотрите вот а там идет фильм где-то вы туда ну реально до внимания особого не обращай после через какое-то время вы знаете что фильм закончился потому что там снова появился вот этот вот кадр яркий ну 2 который вот кадр после все теперь продолжаю первая первая фаза закончилась первая фаза закончилась вы теперь мысленно туда переходите в этот самый кинотеатр переходите и мысленно представьте себя что это вот вы сидите там на этом самом ряду и перед вами и перед вами находится вот этот последний кадр находится последний кадр так последний кадр вот этого фильма до черно-белого фильма там про и сейчас просто очень быстро фильм начинает переводь перематываться задом наперед просто мы тоже не детализируйте что там перима сама там все 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 бегают спиной вперед все снова пирка все вот замените на экране снова на последний кадр и еще раз очень быстро весь фильм задом наперед ну как будто бы ускоренная перемотка назад кончилось и еще раз и еще раз и еще раз два три четыре раза сделайте вот эту самую штуку вот после этого снова давайте вот этот кадр до кадр финальный финальный кадр на экране но теперь вы в него войдите сам сам фильм войдите в сам фильм это теперь про вас фильм и снова с вами в главной роли фильм опять же перематывается быстро задом наперед и это выбирать все вернулись опять снова стоим перед стоим перед сараем и можно снова вернуться в кинотеатр можно снова вернуться на вот то место которое вы занимали и можете сейчас просто для контроля может сейчас для проверки этот фильм просто взад-вперед покрутить несколько раз с разной скоростью вперед-назад побыстрее помедленнее просто покрутить может быть в этом вот может быть в этом месте вы как раз уже и начнете замечать что-то там ну что в фильме происходит там больше деталей до больше сюжета больше чего-то еще но здесь отмечайте уже как чувствуется то у вас что что внутри осталось там ирина да если вы это делали что осталось от мышей после мыши остались все нормально просто из отношений из из вот той самой фобии там про них осталось что что осталось сколько осталось если она уменьшилась там если видна динамика если хотя бы там в половину уменьшилась вы повторите это еще там раз-два до вплоть до адекватного скажем ура никто не призывает этих самых мыши любить вот но вот тот самый да тот самый до ужаса это конечно там наверное не нужно как раз таки напротив когда вы эту технику проходите самостоятельно и делаете с собой очень важно чтобы вы не не попали в противоположный полюс да там очень сильно боялся стала сильно тянуть вот этого не надо потому что уровень инстинктивной защиты инстинктивной реакции отторжения от вот этого потенциально опасно потенциально опасного объекта чего-то нужно сохранить потому что мыши действительно они они не страшные но они и не прекрасные и если это какие-то там полевые садовые домашние мыши они могут действительно там и укусить если туда если вас плать к ним любовью да там зараза может быть если хочется возьмите уже таких вот крысок мышек которые там дома как домашнего питомца и другой разговор для того чтобы можно было как-то реализовать свою любовь к ним а если вы например на сняли свой многолетний страх перед высотой а может возникнуть реакция наоборот полазить по этим лестницам полазить по балконам потому что о прикольно долго было нельзя теперь можно вот как раз таки в течение двух-трех дней не надо этого делать прямо осознанно себя тормозите вот потому что ну все-таки это опасно поэтому строить строить обратно может быстро строить обратно или напишет я их реалии боюсь на расстоянии не очень вот ну да важное уточнение да вот в том самом фильме до который вот черно-белый фильм вы его наполняете ну вот так давайте еще раз вы не детально его простраиваете да вы его так в общих чертах рисуете но наполняете вы его понятное дело именно тем вот как бы что и как вы боитесь то есть это там значит там значит реальная встреча с чем-то да если это там балкон и значит там реальный балкон если это змея значит реальные конкретные змеи в реальной ситуации где вы реально можете с ними встречаться да то есть по сути у вас там два яркий цветной когда вот ну все в порядке еще не началось начнется ли нет там непонятным сюжет фильма покажем все хорошо и последний кадр когда все уже хорошо кадр happy end это то что вы сознательно выстраивает вот эту середину встреча со страхом вы не трогаете на уровне сознания это заполняет его ваш там подсознательный мозг да он он знает как вас напугать он это все время делать поэтому вы об этом не думали что вы боитесь и как да он вы об этом не думаете поэтому вы зашли там в последний кадр и мозг в обратном порядке чуть до первого хорошего вы оба все хорошо потом снова да вы двигаетесь от хорошего к хорошему от хорошего к хорошему вот это основная идея а у нас кстати было как-то на демонстрации девушка а я уж не вспомню чего она боялась по моему то ли кузнечиков змеюшек ну вот таких вот насекомых вот таких вот полевых вот а в результате она вдруг на почему-то начала смотреть фильм где она принцесса это конечно прикольно поэтому мы говорим о том что конечно же фильм про страх чтобы немножечко ну фокус внимания удерживать мы же это хотим трансформировать да мы мы ни в коем случае в этой технике да мы не не делаем то что называется ресурсировать страх да мы не добавляем туда на мне там не принцесс там не еще там чего-то да мы здесь по другое мы обучаем мозг обучаем мозг эти картинки ну вот эти картинки страха да видеть по-другому видеть черно-белый видеть плоский видит диссоцированно видеть маленькие то есть пусть это все будет да пусть мозг это все умеет обратите внимание да на на афиши нашего вот этого эфира да там как раз картинки страха сделаны в том самом том самом формате в рамочке и плоскенькие черно-беленькие собственно мы намекаем мы мы в этой в этой афиши нами намекнули в том числе на технику намекнули на правильное вот вот собственно я техника да по по поводу работы с фобиями если есть какие-то вопросы да вы пожалуйста сразу задавайте допишите пишите фэнтальнее может быть ответить с нашей точки зрения мы рассказываем понятно понятно да вот ну что продолжаем фобии фобии как именно такой вот там как ошибка так как неадекватный страх с ним как раз понятно вот непонятно непонятно с чем да непонятно ну точнее не то чтобы непонятно да может быть менее понятно с тем что называется фобическая реакция когда человек вот ну фобию фобию видно фобию видно потому что человек реально падает чуть не в панику вот причем то ну как бы на ровном месте да афобическая реакция но это какие-то такие ну нормальные спокойные страхи с которыми человек вполне себе живет ну то есть фобией зачастую реально жить тяжело потому что там человек просто сталкиваясь с этим реально начинает вот так вот делать зачастую старается не сталкиваться вы знаете вот понятно что когда ты не вовлечен в процесс и тебе человек который в жизни не сталкивался со змеями вот фактически у него нет контекстов где он сильно ну не хочешь идти в террариум ну не иди он и никогда и не пойдет туда вот данного вокруг и ирина как раз правильно и спросил человек до начинает даже просто думая об этом представляя этот образ там или говоря о нем начинает включать вот эту реакцию вот страх физиологический а страх психологический до вопрос из канала отправили как раз вопрос да вот на границе то есть там где тело просто уже падает в панику это фобии а там где мозг падает в панику там где мозг начинает там какие-то страхи изобретать и вы ну как бы на уровне телесного на уровне состояния вы вполне сможете с этим жить но вот этот постоянные постоянные какие-то накаты каких-то там тревожных мыслей они про это дело беспокоят вот был был случай был случай в моей практике девушка девушка с вот такими вот мыслями то есть это не был физиологический страх там не накрывала именно вот там мандражом но раз раз с какой-то периодичностью у нее просто возникали мысли о смерти о самоубийстве и там а еще о чем-то какие-то картинки они ее не то чтобы сильно пугали да ну как бы и это по это беспокоило причем она с этим жила там несколько лет вот вот это да давайте это мы будем говорить вот какая-то реакция то есть какая-то как какое-то что-то внутри нас дать чего-то зачем-то почему-то боится да или какие-то такие странные страха страх как непонятная реакция на что-то такой вот тот самый да там это внутренне психологически вот здесь там ну как с одной стороны сложнее с другой стороны проще мы имеем дело мы имеем дело с с тем что вот в нлп принято принято относить к работе с частями личности есть некоторая некоторая условно часть нас до внутри которая реализует какое-то поведение данном случае страх данном случае она вот там боится опасается тревожится вот не так давно у меня возникла ситуация в моей жизни когда мне написал человек какой-то длинный длинный текст в ватсапе вообще с криком о помощи там помоги ничего не могу с собой сделать я вот думаю и вот пишет ужас я читаю что чем думает человек он переживает за своего ребенка человек находится на работе переживать за ребенка и вот мысли которые прокручиваются в голове в этот момент они вызывают ужас у меня потому что для меня это читать страшно вот естественно мне мне становится непонятно что происходит потому что знаю этого человека как ну осознанного такого разумного рационального там места эмоциям не очень много а тут вот такое естественно максимального насколько возможно быстро мы организовали встречу а я в по дороге там уже выставил стратегии там гипотез ну что это такое может быть да как с этим вот как быстро прекратить а вот а все оказалось очень просто дело в том что буквально там пару дней назад эта женщина посмотрела первую серию сериала криминального в котором были убийства насилия расчлененка когда там нарушение внутри семьи и отношений то есть жестокость у меня был вопрос зачем бы это сделали данный вопрос вообще был не в тему вот но если человек по каким-то причинам впечатляется чем там для нас вообще характерно да очень ассоциироваться а в какие-то сюжеты да там кино мы смотрим и там погружаемся и начинаем где-то отдаленно может быть примерять на свою жизнь до или говорит а мне это не нравится но все равно чтобы сказать не нравится нужно чуть-чуть ассоциироваться или мы читаем книгу какая-то книга нас впечатляет точно также через эту ассоциацию и человек просто мозг то человека начинает простраивать взаимосвязи включая тревогу она абсолютно алогично то самое о чем говорили страхи детские какие бывают и не бывают там если если мамы бабушки очень там очень внятно очень там подробно ребенку объясняют и на себе показывают чего нельзя да вот то то ребенок тоже ребенок эти что ребенок что взрослый человек может страх может страх взять как поведение как наилучшее поведение там для чего там для реализации чего-то для ограничивания чего-то для того чтобы там ну там где-то включать там алертность там или или нет что-то еще да совершенно верно и вот в этой ситуации конечно же так как это была единоразовая акция с ее стороны просмотр там одной серии мы решили это очень быстро да там с помощью техник диссоциации ну фактически очень похожих на на то что мы сейчас рассказали вам а вот и больше к этому вопросу не возвращались но вы сделали это очень быстро возникла ситуация включились тревожные мысли которые включили состояние и мы фактически быстро эту стратегию прервали но если бы она не обратилась она бы себя накрутила я думаю вам понятно да о чем идет накрутить себя мы все таланты сначала сначала тогда сначала если бы она продолжила смотреть подобные сериалы если бы она с такой ситуации допустим реале но если бы она с ней столкнулась еще там вот несколько раз точно также при просмотре это совершенно не совершенно точно да но велика вероятность что это бы включилась именно в фобию именно вот в гипертрофированный на ровном месте страх вот правильно юля говорит да если бы она не обратилась если бы она ну сериал не смотрела но продолжала эти мысли до усилила был фобическую реакцию но что за этим последовало до последовал бы тотальный контроль за ребенком последовали бы проблемы на работе потому что страшно оставить ребенка там одного нужно чтобы он всегда был рядом это сказалось бы и на псих на психике ребенка в том числе вот это да там тревожное отношение родительницы поэтому все эти вещи нужно отслеживать замечать конечно же следите за тем что вы смотрите насколько вы туда погружаетесь выбираете как-то вот такие форматы которые вам доставляли бы удовольствие какую-то радость вот и вот такими да с такими фактически как бы застарелыми застарелыми ну и вообще с фобическими реакциями там техника работы опять-таки очень простая тот самый тот самый знаменитый мелковский шестишаговый рефрейм мы достаем эту часть а мы же про него рассказывали по-моему где-то уже да да рассказывали конечно да у нас был подкаст управление состоянием один из да один из наших эфиров про управление состоянием и мы там подробно рассказывать про шестишаговый рефрейм то есть фактически мы достаем эту часть и разбираемся для чего я боюсь до чего я хочу реализовать помощью страха здесь да ну и поднимаемся там на уровень ценностей намерений ну и дальше находим новое новое адекватное поведение ирина до исключаю последнее время из рациона сильные эмоциональные фильмы вот тоже ну как бы хорошо да это нормально психогигиена прекрасная вещь все правильно вот вместе с тем тоже я хочу вот эту мысль закончить по которой я начал да про девушку которые приходили в голову идеи там о самоубийстве и смерть вот у этой девушки в общем у нее получилось получилось в своей жизни убрать все плохое то есть она занималась только тем что ей нравится смотрела только то что ей нравится там жила как ей нравится общалась только с позитивными людьми ну здесь вот там исключительно вот такой знаете там рафинирован и физики за крайний запад до исключительно мир добра вот и она значит настолько у нее действительно это получилось реально получилось вот обычно люди там как-то стремятся да но там оставляют у себя и самые противоположные примеру не получилось и у нее получилось и получается что ее мозг мы собственно говоря это и выяснили подсознание там как вода называть в отсутствие в отсутствие сравнения когда вы смотрите на свою жизнь на например она у вас идет ну хорошо да там спокойно есть радостный момент есть что-то еще вот если вы при этом иногда например бывают какие-то ситуации которые вам неприятно но приходится их делать или их как или есть какие-то дела которые вы делаете без удовольствия просто потому что на или такого у вас нету но вы ну в мире в мире там фильмы и сериалы другие люди периодически с этим сталкиваетесь тогда ну условно там вот вы видите у это плохое хорошее нормально значит я живу класс вот я я оцениваю свою жизнь на фоне вот из этих у меня жизнь хорошая а когда у меня все одинаковое и мне не с чем сравнивать вот ей мозг подкидывал ей мозг как раз подкидывал вот эти вот некоторые вещи рассказала там кто фильм смотрел сейчас скажу пункт назначения вот у нее прям вот по фильму корреки были картинки да то есть прям вот все такие там где самостоятельно где какие-то такие непонятные стечения обстоятельств в общем прикольник вот у нее мозг именно что подкидывал и вот это чтобы на этом фоне у нее жизнь действительно было понятно что хорошая она так и говорила блин у меня все прекрасно иногда вот фиге накатывает вот но собственно говоря понятное дело что вот ей ей заменили вот этот фобическую реакцию есть заменили на на то что она там стала там ну скажем чуть больше внимания уделять делам которых она раньше там ну не хотела и не делала ну а теперь просто вот там ну из некоторой надобности они есть создали ей такой легкий фончик и нормально вот ну как бы и как бы и дела не пострадали там а даже лучше стало да вот и в эта ситуация разрешилась вот это значит второй вариант то есть фобии мы поговорили фобические реакции мы поговорили и теперь давайте там какой-то по хардкору да давайте про то что прямо ну потому что реально да про то что про то что вот такие относятся к ну панические атаки это там совсем-совсем да и как они называются аптессивно компульсивное расстройства когда навязчивое состояние приятные тревожные а мы поговорим о том как и с ними мы можем работать ну с чего начнем у нас как бы выбор вот такой вот кайфовой чего начну ну давайте наверное не давайте начнем как обычно с ограничений вот важный важный момент почему мы начали с ограничения почему мы упоминаем всегда про это чтобы чтобы как бы не прослыть этими сектантами странными да и и неадекватными потому что любая техника любая технология любая методология методика для того что чтобы они были прям вот ну то правильными да для того чтобы они были точно работали для того чтобы они были там ну хоть как-то близки к научному мировоззрению да они обязаны иметь границы применимости типа вот здесь работает здесь не работает вот это очень точное замечание андрей потому что когда мы рассказываем о том как управлять состоянием внутренними конфликтами тем более как работать со страхами паническими атаками или обсессивно-компульсивными расстройствами мы просто подразумеваем что есть границы применимости это очень важно мы иногда может быть упоминаем упоминаем иногда может быть просто подразумеваем но это крайне важно потому что мы должны понимать границы и своей ответственности данные насколько мы можем влиять а где уже речь идет о не нашей компетенции есть биологические нарушения которые там неврологом да есть химические нарушения которые там психиатром психотерапевтам на медикаментозное лечение ни в коем случае в эти вещи конечно лезть не надо если вы не являетесь медицинским психотерапевт да то есть если вы понимаете что это выходит за пределы ваших просто знаний а это естественно да что вы чего-то знаете чего-то не знаете направляете к специалисту зачастую узкопрофильные специалисты они для того и нужны чтобы работать с какой-то конкретной задачей если у вас есть возможность работать в команде да то есть там вы например занимаетесь консультированием до коучинг психотерапевт психотерапия а у вас есть человек который разбирается в биохимии организма и вы можете отправить его там на диагностику чтобы посмотрели гормональный фон и так далее но это здорово ну а в целом можно говорить о том что нлп здесь подходит 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 там к некоторым таким ну тоже биологической части подходит но но подходят со стороны все-таки психологии со стороны психосоматики со стороны вот того самого гипноза условно это широко скажем гипноз да какое-то слово из которой который который позволяет позволять некоторые процессы управлять но все знают эти байки до убедили под гипнозом человека что монетка горячее положили на руку ожог да там все знают там ну там все все гипнотизеры показывают там типа загипнотизировали воткнули в руку иголку человек ничего не чувствует да все прекрасно да ведь все это все есть техники техники и нлп которые позволяют позволяют там в некоторых пределах повторюсь в некоторых пределах управлять корректировать свою биохимию знаменитая техника знаменитая техника как как включить у себя опьянение с помощью с помощью с помощью и корей с помощью там субмодальности да как она классно используется на демонстрация она показывает и практика более того я где-то уже тоже рассказывал что какой-то момент времени когда я получил очередной вопрос типа там ну а чё-чё-чё-чё за нлп расскажи там или покажи покажи что-нибудь из нлп да скажи чуть как мелко вот я подумал что сейчас я сейчас снова начну рассказывает этом предысторию там историю там какие-то там парадигму думаю блин наверное люди от меня хотят не этого вот я просто взял и включил чеку состояние опьянения вот это это продемонстрировала нлп то есть это это было коротко четко понятно действенно видно всем животрепещущие и тем кто пьет идет и не пьет вот и и про и нлп так вот управляем до управляем можно говорить о том что что вот эти вот состояние навязчивые для состояния там ну панические атаки давайте в кавычках все-таки немножечко что обусловлены ну обусловлены какой-то кинта там ну гормональным фоном до или каким-то какой-то как сказать как каким-то фоновым какой-то фоновой тревогой до которые просто вот уже уже работает там на уровне психосоматики да все остальное подгоняется да и вот давайте здесь отметим такую вещь что если у человека это состояние не всегда она не является для него нормальным это значит что у него бывают периоды адекватного спокойного состояния реагирования на ситуации и в какой-то момент что-то там включается и запускается тревога там и панические атаки это значит что у человека есть спусковой механизм на он на что-то реагирует соответственно есть . в которую если мы говорим исключительно о психологических механизмах в которую человек может взять управление под свой сознательный контроль и не войти в это состояние тревоги или панической атаки вырулить из него да то есть сохранить стабильность там с небольшими возможно эмоциональными колебаниями и как только мозг научается это делать как только он научается контролировать человеку становится жить гораздо спокойнее он забывает о том что это такое то есть там могут быть какие-то рецидивы но они будут являться скорее исключением здесь тоже мы сошлемся сошлемся на еще один наш эфир но пить и в магии нлп магии нлп где мы рассказывали про по технологии дичи в управлении своими состояниями показывают там демонстраивали людям опять же демонстрировали то что возможно да объясняли то что можно вот эти техники позволяют достаточно широких границах управлять то есть управлять давлением управлять там ну люди с сахаром в крови работали там с тем же самым алкоголем с с метаболизмом там ускорить замедлить с многими вещами они подработать позволяет в том числе они до каких-то пределов совершенно точно могут помочь с вот этими с вот этим вот фоном то есть если там действительно биохимический фон ну по крайней мере там отчасти скорректировать его совершенно точно можно вопрос только в том что если после этой коррекции что-то еще осталось и с этим по-прежнему жить неприятно ну тогда конечно вот профильные специалисты помощь психотерапевты медицина все такое но тоже хочу тоже такую историку рассказать но собственно говоря почему нужно работать именно с вот этим вот фоном у меня был опыт был опыт переживания вот переживания панической атаки там но обусловлено она была там имя совсем другими процессами там духовными практиками есть там такое об этом надо как-нибудь отдельно надо будет вот кстати да на учиться надо обязательно привет алексей алексей смолкин алексей смолкин привет а то он там машет руками а мы тут на своей волне да тут три экрана так успевать нужно смотреть вот ну собственно когда там как как-нибудь на на отдельно тоже про всю эту там духовную духовную штуку и какие-то практики запредельные в этом обязательно тоже поговорим но там тут не вы когда я имел опыт я переживания несколько часов вот этой самой панической атаки ну как-то выглядит выглядит чувствуется это очень просто то есть внутри тупо страшно ну поскольку я на тот момент уже там был там делал пер со стажем да я понимаю что это это самое страшно она как бы ну ни с чего да то есть я состояние корректирую я там его сдерживаю да но она никуда особо не уходит некоторые некоторые фон сохраняется полностью убрать я его не могу ну просто что включились некоторые процессы вот есть и просто вот после состояния просто страх просто и просто эмоция включилась я не знаю на что она включилась да но она включилась и держится и вот как бы мозг да вот та самая та самая называется психологический механизм рационализации вот так вот он называется у меня мозг мне начал придумывать почему мне страшно то есть на тот момент я находился за городом причем тоже обратите внимание да то есть там как-то там наверное то есть в эту ситуацию можно рассказ написать прикольно в духе стивен и кинга ну только с концом нормально вот то есть там там пойти там просто у меня мысли в голове такие типа почему мне страшно да наверное началась термоядерная война и как бы уже сейчас там мы все умрем ну реальные мысли вы все вот если в этот момент я бы них не останавливал да я бы эту мысль додумал ну и реально бы испугался то есть погрузился бы в это страх я сам сам светил и успокоить какая война ты чё ты гонишь чувак нормальностью там если война началась мы уже сдохли то есть потому что то логическое обоснование этому есть куда типа нет ладно эта часть мозга успокоить не прошла рационализация следующая то есть следующая идея мозг опять а вот люди которые вокруг они короче заманили меня и убьют ты чего до этого не 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 про это не про это потом ну мозг снова там а поедем обратно там авария наверное жуткая будет и а я предвижу это вижу будущее и вот этой фигни этой фигни несколько часов антрея мне приходит сейчас в голову мысль что интеллект тебя спас спосконечно но кем не аспас потому что зачем я напридумывал себе вот но как бы сам факт вот эти вот эти рационализации витринные мельницы с ними можно было бы бороться там много да но я с ними и боролся просто очень быстро одну там вторую третью там они эти мельницы отступают на состояние никуда не девалась и то есть и пока я пока я пока я у меня не получилось его именно состояние там постепенно снизить ну там видимо там может быть и отошли там какие-то гормоны которые включились там ли что там я честно я не тогда я нигде некие анализы по это не сдавал не знаю точно что это было вот то есть пока пока именно вот этот фоновое состояние не ушло меня продуцировать вот эти вот мысли это что да это то что то что юлия говорит если у человека есть если они у него либо постоянно включены либо периодически включаются он себе там сверху на думает он себе там сверху на них там придумает и пункт назначения там и ядерную войну и там все что угодно еще работать работать в этом смысле нужно конечно состояниями тогда с фоном и одна из хороших ну одна из эффективных я бы даже сказала техник работа с фоновыми состояниями это умение как-то опознавать состояние да и включать и их управление через кинестетику а ну вот в работе с клиентами когда мы говорим о навязчивых состояниях навязчивых мыслях когда людям тяжело находиться в общественных местах потому что там без салфеток же выжить нельзя потому что все нужно протереть а все всегда нужно там место подготовить быть в общественных местах питания просто невозможно это просто нереально да это очень усложняет вот поэтому работать даже с такими форматами можно и дано это требуется ни одна встреча не две как часто бывает да в нолпит когда вот с фобией там достаточно бывает вообще одной встречи ну вот в данном случае требуется иногда там и 57 может быть встреч в зависимости от сложности да вот и вот такое упражнение на на включение осознания и чтобы успеть поставить стоп да вот у человека всегда есть критерий того как хорошо тогда когда вот я спокоен да это состояние фиксируется там ну в какой-то условно точке часто люди используют свет да ну например зеленая спокойно потому что личная ассоциация человека а есть состояние когда вот все когда уже все моется протирается вот это внутренняя тревога она очень высока это вот там красный цвет да там стоит до бордового какого-то и между вот этими двумя точками есть масса переходных моментов эти переходные моменты достаются и вот это вот пространство заполняется формируется такой цветовой переход до от 3 ярко тревожного к спокойному зеленому да и соответственно наоборот каждое состояние имеет свою ценность но как только мы начинаем понимать находясь в этой ситуации у нас сейчас цвет по шкале вот такой значит нужно перевести к зеленому спокойно если вот возникает ситуация вот такая у нас цвет там еще сильнее мы переводим к спокойному зеленому очень важно чтобы с каждым элементом цвета было очень мощно ассоциировано внутреннее состояние то есть если зеленый тело расслаблено она спокойно расслаблена там жесты мягкие так далее как это ощущается вот так а если внутри вы а вот ты можно напряжено да там начинает даже дрожать тогда все понятно переводим плавно к зеленым и все тело успокоилось какое-то количество повторений вот таких вот переходов позволяет сформировать а вот ту самую обратную связь до визуальный образ включает нужную киноэстетику и когда человек все свои ситуации а их все равно какое-то ограниченное количество а по связывает с вот этой шкалой вот я бываю в таких ситуациях и у меня там включается хоп перевели в зеленый я бываю в таких ситуациях у меня включается хоп перевели к зеленому соответственно тогда человека начинает уже предупреждать такие ситуации и когда он знает что он пойдет там общественное место где обычно он просто сразу начинает вот это зеленое состояние в себе запускать а это структурно очень просто главное вот это в этом действительно связать визуальный образ с внутренней киноэстетикой тогда два-три повторения запускает возможность управления и вот когда получала обратную связь от таких клиентов они говорили о том что мы много техник использовали разных это которое андрей уже упомянул шестишаговый рефреймент работа с частями это обязательно вот но тем не менее вот вот такую работу с цветовой шкалой очень хвалили ну собственно да вот это вот да ну еще раз только могу напомнить там провод про нлп-тв управление состояниями наш же эфир вот про там техники дхе про динчей да управление состояниями магии нлп там и там и там есть и есть как бы вот такие штуки а вот вы заходите на наш канал подписывайтесь наше видео они там все доступны мы наши эфиры обрабатываем заливаем туда вот и они в свободном доступе поэтому всегда вы можете посмотреть у нас вопросы да ну там там на самом деле там был хороший комментарий вот по второму варианту по по фабической реакции на тему того что там представилась картинка аварии и это собственно вызвало в человеке желание ехать внимательно ну и все было прекрасно человек прекрасно внимательно доехал вот это тот самый да то есть это вот та самый хороший пример фабической реакции когда когда ну правильное намерение ехать аккуратно до вызывается вызывается пуганием себя но она же может и другим чем-то вызываться правильно она может вызываться там какими-то позитивными мыслями там спокойствием чем-то еще другими картинками другими словами в голове вот эта работа эта работа с фабической реакцией по какой-то причине заложилась идея что вот надо себя припугнуть чтобы было нормально да вот но там возможно и другие варианты тоже вот ну что принципе наверное принципе наверное сегодня сегодня все обе которые именно что такой гипертрофированный там но практически на ровном месте страх до фабическая реакция как 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 пугание себя ради чего-то хорошего да ну и собственно говоря биохимические то ну там плюс-минус биохимические нарушения которые вызывают вызывают вот этот вот фон фон от которого человек начинает себе придумывать там чего угодно подряд состояние мысль пошла и цветет пышным цветом вот главное вот поймать тот момент да и просто переключиться просто успокоить себя ну что ну что заканчиваем тогда сегодня все да если там тут вопросы какие-то пишите да если есть пожелания на следующие эфиры если вы какие-то темы хотите раскрыть для себя пишите нам сейчас пишите потом в комментариях мы будем рады обязательно если все посмотрим если есть какие-то там типа там страхи и фобии там что-то еще обращайтесь пишите в личку да там помогаем 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 делаем вот ну и все да до новых встреч вы на нашем youtube канале досмотрите все остальные наши видео задавайте вопросы пишите комментарии пишите нам социальных сетях до встречи следующий что на следующий четверг ну давайте мы в целом конечно говорим что до встречи следующий четверг но там просто варианты и хотят попадать и вроде бы там еще не самый новый год так что но в любом случае мы всегда анонсируем в среду появляется наш анонс следите за анонсами да мы говорим что обязательно что и где мы будем ну и и тогда до встречи до встречи в в эфирах и но питьеви самого полезного тебе в мире рады были вас видеть ждем всего доброго всем до свидания